Друзья, давайте поможем Максу в развитии его канала. Он поставил цель к концу мая набрать 10 тысяч подписчиков. Давайте поможем осуществить его цель. На его канале вы увидите разбор тренировок и питания, полный разбор для набора массы и для сушки, а также получите нереальный заряд мотивации. Также Макс снимает свою повседневную жизнь, где он ставит цели и достигает их. Всем привет, друзья! С вами Арчо Моррис и мы начинаем новую Владину. На этот месяц, точнее не на этот, на апрель я поставил цель сделать на брусьях КМС, а на подтягиваниях МС. На брусьях мне надо будет делать 26 повторений с гирей 24 килограмма, а в подтягиваниях нужно сделать будет 17 подтягиваний с гирей 24 килограмма. Как думаете, возможно? Ну что, друзья, сейчас где-то 11 часов утра и я начинаю завтракать, разряжаю рисочек с курочкой. Офигенное блюдо, делаю с подливкой, чтобы была не сухомятка, а было вкусно. Поэтому поехали, приятного аппетита всем, кто кушает. Короче, чем чаще ты смотришь Логана Пола, тем больше ты становишься психом. У него есть три такие особенности дебильных, что он орет каждую там минуту, две минуты. В конце он делает вот так. Своей мохнатой гривой. И третье, это то, что он постоянно, каждую минуту рекламирует свой сайт. Артем Морис.ком, либо ссылка в описании. Лучшие программы тренировок и питания во всем мире. Блогеры, кстати, друг с друга берут какие-то такие особенности. Если вы смотрите, например, Виталий Сиди ТВ, то вы, наверное, замечаете, что он берет слогана Пола. Вот это все, он вначале, типа вот так в камеру. И в конце тоже, это, блин, я так заметил хорошо, что это прям вот слогана Пола взято. Все блогеры тырят какие-то куски у других блогеров, у более успешных, и, типа, воплощают свой образ, тем самым, как бы, создавая что-то, не знаю, впечатление на людей. Не знаю, короче, ну, чушь какая-то. Кстати, ребят, чтобы подтвердить свои слова, что блогеры берут с других блогеров какие-то фишки, и мне многие пишут, типа, Игорь Войтенко уникален, он лучший блогер в СНГ, там, не знаю, где, ну, в Ютубе, короче, в русском фитнес-блогер. Но Игорь тоже берет какие-то фишки у других людей, и это определенно американские каналы, потому что большинство русских не смотрят американские каналы, мне, естественно, удобнее брать оттуда. Так же и я делаю, я какие-то фишки беру с других каналов, но не плагиачиваю их. Смотрите, Игорь так же делает, то есть у него превью, смотрите, заметьте, превью вот такие, да, с обводками, вот такая шняга, оп, и у Логана Пола абсолютно такие же, то есть с обводкой все превью. В превьюхе, скорее всего, Игорь берет вот как раз с Логана Пола, у него все как раз превью идут с обводкой. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. Дальше, смотрите, у Игоря вступление вот такое. Бам! Вот тут такая заставка. Смотрим у Логана Пола. Вот так идет видео. Давай. Оп, видите? Абсолютно то же самое, практически такая же заставка, только Игорь немного поменял, поставил Road to the Dream. Дальше, у Игоря что? Игорь разговаривает как? Ну, вы все знаете, как он разговаривает, знаете, с кого он взял эту речь. Чисто подача. Вот эта подача, это Грега Плита. Определенно. Только тут английский язык, голос немножко другой. И Игорь на русский лад переводит, но подача абсолютно та же самая, энергетика та же самая. Если вы мне будете говорить, что блогеры все уникальны, то это бред. Все блогеры берут какие-то части, какие-то такие особенные черты других блогеров, которые яркие, да, выразительные, и используют в своем блоге. Поэтому в этом ничего плохого нету, как бы. Все блогеры используют какие-то уникальные такие части других блогеров. Вы можете заметить, что я раньше тоже пытался делать такие превьюхи, как у Логана Пола, потому что я его давно смотрю уже. Пытался вот такие тоже с обводками делать, обычные. Но, короче, я искал свой формат. И в итоге я пришел вот к такому формату. Это личный, то есть авторский формат, такого ни у кого нету. Вот такие превьюхи лично мои Арчо Моррис. Вот это индивидуальность. А раньше я пытался что-то у других брать. Так делать, конечно, нежелательно. Ну вот, как бы, вместо истории я вам такой небольшой инсайд открыл. Поэтому полетели на тренировку. Итак, друзья, я полностью меняю ход тренировок. Что касается подтягиваний, то в подтягиваниях у меня будет в пятницу 6 подходов. В понедельник тоже 6 подходов. Отличие в том будет, что в пятницу я подтягиваюсь первые 3 подхода с гирей 24 килограмма. В понедельник я подтягиваюсь последние 3 подхода с гирей 24 килограмма. А остальные подходы я подтягиваюсь со своим весом на максимум. Что касается брусьев, отжиманий на брусьях, то в отжиманиях на брусьях действует абсолютно такая же стратегия, как и в подтягиваниях. У меня только будет это, когда у меня будет во вторник и в субботу. Абсолютно такая же стратегия, как и в подтягиваниях. Отдыхать между подходами я буду 2-2,5 минуты, чтобы мышцы успевали восстанавливаться и бомбить на полную, просто на максималку. Короче, работаем на результат. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь идут 3 подхода без веса. Продолжение следует... Когда на максимум делаешь предплечье так забиваются, это просто жесть. Просто в хламину. Особенно когда рывки вот эти делаешь, просто жесть. Продолжение следует... После пятого подхода предплечье просто не работает вообще. Больше всего предплечье просто в подтягиваниях забиваются. Это ад какой-то. Невозможно даже шевелить руками. Руки не имеют. Вы говорите, откуда у тебя такие руки огромные? А вы, блин, подтянитесь столько раз, сколько я за свою жизнь. Просто у вас руки раздуются, как шары. После шести подходов на максимум подтягивания у меня просто как будто все силы уходят из меня. Все тело просто такое ватное. Что значит максимум? Максимум это значит не просто подтянуться сколько раз вы можете, а так нафиг подтягиваться, чтобы вы прыгали, выдергивали себя. И чтобы вы в конце вообще на последнем повторении не могли даже подпрыгнуть, чтобы просто падали с турника. Вот это на максимум. А не просто, чтобы вы там подтягивались, подтягивались 10 раз и все. Вот. Максимум это когда вы уже подтянуться вообще не можете. Ни прыжком, ни рывком, никак. Все, друзья. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока.